Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. 4 февраля в Пекине открылись зимние олимпийские игры. По случаю этого события в Одесском дворце спорта прошла всеукраинская церемония праздник олимпийского флага. На ледовой арене выступали как чемпионы мира, так и маленькие спортсмены. Как прошла церемония, видели наши корреспонденты. Всеукраинская церемония праздника олимпийского флага по случаю открытия зимних олимпийских игр в Пекине началось выступление воспитанников детской школы Олимпийского резерва Эльдинка. В ледовую арену выехали спортсмены с олимпийским флагом. ПЕСНЯ 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 Одна из участниц концерта. Восьмилетняя фигуристка Елизавета занимается фигурным катанием с двух с половиной лет и мечтает поехать на Олимпиаду в будущем. Фигуристка рассказала нашему корреспонденту, что нужно делать для осуществления мечты. Надо прыгать все тройные, учить четверные. Елизавета поделилась, что в фигурном катании ей нравится больше всего. Мне одно нравится, что там яркие платья еще. Мне нравится прыгать, вращения красивые. И еще, чтобы выигрывать на соревнованиях. А вот Евгения занимается фигурным катанием 14-й год. Рассказала, что будет болеть за наших спортсменов на Олимпийских играх. Конечно, я буду смотреть Олимпийские игры и буду болеть за наших. Конечно, хотела бы принять участие. Также рассказала, чего ей не хватает, чтобы поехать на Олимпийские игры. Не хватает, скорее всего, времени на то, чтобы уделять фигурному катанию столько времени. И, в принципе, это сложный спорт. Очень сложный, на котором нужно работать и прям жить этим. Праздничная церемония закончилась поднятием украинского флага. Праздничная церемония. Яков Годорожа, одесский фигурист, который принимал участие в зимних Олимпийских играх в 2014 году. Он рассказал нам, что нужно для того, чтобы попасть в Олимпийскую сборную, а также о проблемах, с которыми сталкиваются спортсмены при подготовке к соревнованиям. Нужно время старания пытаться пробиваться, не останавливаться и идти к своей цели. Я думаю, что любой одессит постарается и сможет дойти до этого. Нужно просто время и усердно тренироваться. Для воспитания олимпийских чемпионов в Одессе не хватает всего понемногу, считает участник Олимпиады. Не хочу никого обижать. У нас всего по чуть-чуть. У нас и со временем хорошо, и тренеры у нас есть очень умные, адекватные, знающие толк в спорте, и правильные тренирующие. Времени хотелось бы больше для подготовок. И все равно арены нам одной стандартной тоже мало. Больше арены, больше спортсменов потянутся. Председатель Национального олимпийского комитета в Одесской области, олимпийский чемпион Николай Мильчев рассказал, что нехватка ледовых арен – одна из основных причин переезда одесских спортсменов в другие города. У нас есть дворец спорта, у нас есть лединка, у нас есть два льда, условно говоря, где профессионально занимаются детки. Но этого мало. Они дорастают до какого-то уровня, а их Харьков, а их боксера у нас украли. Есть и проблемы с тренерами. Они уезжают в другие страны, где условия работы лучше, чем здесь, говорит олимпийский чемпион. У нас создать еще условия для тренеров, для спортсменов, чтобы они оставались в нашем городе. У нас, к сожалению, утеряна школа великих тренеров фигурного катания, которые все уехали в Америку и работают сейчас на другую державу. Тем не менее, олимпийский чемпион 2000 года Николай Мильчев уверен, наша сборная в Пекине готова к борьбе за первые места. На днях я общался с нашими коллегами по национальному олимпийскому комитету, которые находятся в Пекине. Все в боевой готовности, все приехали туда не просто так, а будут драться, будут бороться. Одесские фигуристы участвовали в восьми зимних олимпийских играх подряд с 1998 по 2014 годы. К сожалению, спортсмены Одессы и области уже второй год подряд не участвуют в зимних играх. Три человека пострадали в результате масштабного ДДП в Суворовском районе. Столкнулись легковые автомобили и грузовик. Возле торгового центра на Новониколаевской дороге грузовик «ДАФ» врезался в автомобиль «Дача», который остановился впереди на красный сигнал светофора. От удара легковушку отбросило на автомобиль «Шкода». В результате за медицинской помощью обратились водитель и двое пассажиров «Дача», сообщили в пресс-службе патрульной полиции. Около пяти миллионов поддельных марок акцизного налога для разного вида продукции изъяли при осмотре груза в Черноморском порту. Операцию проводили совместные пограничники, таможенники и полицейские. Два миллиона акцизных марок для спиртных напитков и почти три миллиона для табачных изделий изъяли в порту Черноморска. На таможенный пост прибыл грузовик с одеждой и товарами хозяйственного назначения из Турции. Во время осмотра правоохранители обнаружили в кузове 20 коробов, в которых находилось около пяти миллионов поддельных акцизных марок. Кроме того, изъяли почти три с половиной тысячи пачек табака для кальяна без марок акцизного сбора, сообщили в пресс-службе ГПСУ. В Одесской области нашли «Форд», который находился в международном розыске. Выяснилось, что автомобиль угнали в Германии два года назад. В пункте пропуска Платонова на границе с Молдовой во время проверки автомобиля «Форд» сработало распознавание машины по базе данных Интерпола. Как оказалось, автомобиль был угнан в Германии в январе 2019 года. За рулём находился 54-летний гражданин Украины. Водители задержали. Транспортное средство передали полицейским, сообщают в пресс-службе ГПСУ. Число безработных сократилось. Специалисты в сферах медицины и образования стали пользоваться повышенным спросом. Таковы итоги минувшего года. Немалую роль в формировании рынка труда продолжает играть пандемия коронавируса. В 2021 году количество безработных в Одесской области по сравнению с предыдущим годом значительно уменьшилось, сообщают работники регионального центра занятости. Также снизилось и число людей, обратившихся к специалистам центра за помощью в трудоустройстве. Если в прошлом году обратились к службе занятости 51 тысяча, то в 2021 году их было почти 49 тысяч. Из них новых, которые пришли и получили статус безработного, 29,5 тысяч. И это на 7 тысяч меньше, чем в 2020 году, когда были массовые карантины. А вот работодатели, напротив, стали чаще обращаться в службы занятости в поиски сотрудников. Количество открытых вакансий увеличилось почти на тысячу по сравнению с 2020 годом и составило более 31 тысячи. Найбільше у нас использовались попитом вакансий трактористов, работников сельского хозяйства, виноградов, кухарей, официантов, покоевки, продавцы, как продовольчих, так и непродовольчих товаров, продавцы, консультанты. Значительное число вакансий в сфере медицины. Сотрудники центра занятости такую нехватку специалистов объясняют низким уровнем заработной платы и нежеланием специалистов подвергать риску собственной здоровьи. Впоследствии пандемии и коронавируса очень много лекарей освободилось, и есть наглядная потребность в них. Кроме того, у них также достаточно низкий уровень заработной платы. На сегодняшний час средний размер заработной платы в сфере медицины – около 12 тысяч. В списке самых востребованных специалистов 2021 года и работники сферы образования рассказывают в Центре занятости. Великая потребность в учителях спостерегается с серпень-версень, с начала учебного года. И, кроме того, потребность связана с достаточно низким уровнем заработной платы. Близко 10 тысяч отримает учитель средней школы. А если он не выпускник, то у него заработная плата еще нижняя, потому что он не имеет ни выслуги роков, ни каких надбавок. Тем, кто не может найти работу по специальности, в службе занятости предлагают бесплатно обучиться другой профессии или пройти курсы повышения квалификации. В течение 2021 года такой возможностью воспользовались около 4 тысяч безработных, из которых четверть получили новую специальность. В минулому році розпочали навчання за такими чотири нових види короткотермінових курсів у нас. І це не тільки для безработних, а й люди, які зайняті, можуть прийти навчання. Це у нас були оператори безпілотного літального апарату, дрони. Потім, в зв'язку з змінами стандартів харчування школярів і дітей в дитячих садках, було також підвищення кваліфікації кухарів, сучасна теорія та практика харчування дітей в закладах освіти. Крім того, монтажник віконних та дверних конструкцій. Сотрудники центра занятости подчеркивают, даже после прохождения обучения і смены специальності, правила трудоустройства остаются прежними. І для безробітного будуть искати вакансію з зарплатой не ниже той, що була у нього на останній місці роботи. Магнитна буря, накрившая нашу планету 3 февраля, вернеться 5 числа і по мощності буде також. Це може сказатися на самочувстві метеозависимых людей. У многих магнитна буря сопровождається усталостю і головною бурю, а у некоторых можуть спровоцірувати обострення хронічних заболівань, утверджають експерты. Конец января і начало февраля знаменовались повышенням солнечной магнитной активності. На Солнце довольно крупные проходят пятна, так называемые, і в них проявляються дуже мощне явлення. Последний раз, таке явлення, проявляло 29 января, там проявляла мощна вспышка, і потоки частиц этой вспышки, так называемый корональний выброс масты, прошел в направлении Земли. Он 2-го числа уже как бы дошел до Земли, а 3-го числа в течение практически всего дня была повышенная гемогнитная активность. Такі явления отражаются как на людях, так і на техніке, говорит експерт. Такі явления дуже сказываються на самочувстві людей, а в принципі і на роботу техніки. Так що, такий прогноз, такі явлений, конечно, дуже важен. Для цього существує міжнародна сеть прогностічна. Согласно міжнародному прогнозу, субботи по вторник вновь прогнозирується магнитная буря. С 5-го по 8-го к нам ожидается приход уже нового потока частиц, уже совершенно других образований, так называемых корональних дыр на Солнце, которые тоже могут провоцировать появление магнитной бури. Хочу обратити внимание телезрителей, що Одеса знаходиться в зоне магнитной аномалии. У нас весьма специфическая реакція происходит на такі явления. Эксперт отмечает, що магнитная бури способна спровоцировать обострення хронічних заболеваний у людей любого возраста. Кроме того, многие одеситы могут чувствовать в этот период усталость і головную боль. Прогулки на свежем воздухі, полноценний сон і правильний раціон питання помогут минимизувати влияние космоса на організм. В останні годи ученые всього земного шара фиксирують значительные климатические изменения. Резко возросло количество экстремальных событий – резких перепадов температуры, наводнений, засух, землетрясений. Изучают і учатся прогнозувати ці события ученые екологической сферы – метеорологи, кліматологи і інші специалісты. Раньше обычний дождь, теперь мощний трехдневний ливень. Таковы реалии жизни в 21 веке, говорят екологи. І к таким изменениям в природі земли привел именно человеческий фактор, объясняє ректор Одеского государственного екологического университета Сергей Степаненко. На протяжении последних, будем так говорить, минимум двух с половиной тысяч лет формировалось вот этот тип взаимоотношений, который называется антропоцентрическим. То есть человек – это вершина всего. Даже сейчас у абсолютного большинства людей именно такое мировоззрение, что я называю это пупоцентризмом. Но жить с таким потребительским отношением к окружающей среде в 21 веке нельзя, подчеркивает ученый. Да, это возможно было, когда там на Земле было там 300-500 миллиард человеческих существ. А когда их уже стало подбираться под 8 уже миллиардов, то такой пупоцентризм, он просто приводит к тому, что нашим детям на этой планете будет жить уже не то, что некомфортно, а уже просто плохо. В этом и заключается основная задача экологического образования, объясняет ректор. Задача профильных университетов – сформировать у студентов правильное отношение к планете, на которой мы живем. От антропоцентризма к экоцентризму, когда есть понимание, что человек является частью этой планеты, этой вот геи, некого такого общего организма, и что в этом организме он должен и обязан быть в своей нише и потреблять не больше, чем ему предписано этой всей системой, а не разрушать ее своим потребительским отношением. Конечно, учить человека заботиться об окружающей среде нужно с детства. И в этой области наш собеседник замечает определенный прогресс. По словам Сергея Степаненко, многие современные дети очень осознанно подходят к вопросам экологии и сами нередко воспитывают своих родителей. Нас в садике учили, что так делать нельзя, что если ты выходишь из комнаты, то свет нужно выключить, да, и телевизор не должен работать круглосуточно, или ты там на кухне работаешь, и он тебе как там шумит что-то. Что папа, ты когда бреешься, то воду нужно выключать, а не чтобы она текла постоянно. Самоограничение – главный принцип воспитания в жителях Земли вышеупомянутого экоцентризма, говорит ученый. Лишь бережное отношение человечества к ресурсам планеты поможет сохранить ее для будущих поколений. Дистанционное образование одесситам уже не в новинку. Дети проводят учебное время за экраном компьютера. Многие родители жалуются, что это негативно влияет на качество получаемых знаний. Но некоторые выбирают другой путь, предпочитая самостоятельно воспитывать своих чад и оформляют домашнее обучение. В гостях у одной из таких семей побывала наша съемочная группа. Он вышел на улицу, прекращается дождь, и он вышел на улицу. Еще у меня есть такой вот рисунок – ежик. Это я рисовала кофе. С таким увлечением о своих рисунках рассказывает шестилетняя Маша, дочь Сергея и Оксаны Рязанцевых. У Маши два младших брата – Ваня и Артем. Все вместе они учатся дома под опекой мамы. Я боялась, что я не справлюсь, что мой ребенок не сможет потом влиться в социум. У меня не хватит компетенции какой-то. Но теперь, когда мы уже довольно долго занимаемся сами воспитанием детей, их образованием, то я понимаю, что это не более чем мифы. И любая женщина, которая закончила школу, а тем более у которой есть высшее образование, она есть у очень многих людей, способна преподать школьную программу именно своему ребенку так, чтобы было понятно именно ему. Официально на семейном обучении пока находится только Маша. Ее братья еще не достигли школьного возраста. Для этой формы обучения не нужны никакие причины. То есть достаточно просто желание семьи. Можно прикрепиться к государственной школе и сдавать аттестации у них. Чаще всего они хотят, чтобы вы приходили как минимум два раза в год. И ребенок беседовал с педагогом, и педагог проверял, насколько хорошо ребенок осваивает программу. Есть и другой вариант – заключить договор с частной школой. Удовольствие платное, зато контроля и вмешательств со стороны учреждения меньше, говорит Оксана Рязанцева. Мне сказали такую фразу, которая прямо нашла отклик в моем сердце. Они говорят, что раз вы выбрали такую форму обучения, то вы заинтересованы в качественном образовании своего ребенка, поэтому мы полностью доверяем родителям. Единственное требование – раз в год сдать экзамены. Просто в конце года мы сдаем аттестацию, находясь дома. То есть нам не нужно никуда ехать, нам открывается доступ к контрольным работам, и мы их сдаем на протяжении трех недель в любое удобное для нас время. Первую свою аттестацию Маша будет сдавать в мае. Вместе с мамой к февралю она уже успела освоить программу первого класса. И грядущие экзамены семью не пугают. Это просто этап, который мы должны пройти для государства, чтобы по документации у нас все было в порядке. Но для меня не важны оценки. То есть я знаю, что что-то она знает хорошо, но я буду искренне. Есть темы, которые она не знает хорошо, которые ей, например, положено было бы знать, но сейчас мы пока их отложили, потому что ей они сложно даются. И я понимаю, что мы просто к ним вернемся позже, возможно, весной, возможно, летом. И если по ним будет плохая оценка, то для меня это ничего не значит, потому что я знаю, что мы их выучим и выучим классно. Семьи, выбравшие формат домашнего обучения, нередко сталкиваются с рядом стереотипов и различных мифов. Чаще всего окружающие говорят о недостатке социализации у ребенка, как будто он все время сидит дома под надзором родителей. Однако у таких заблуждений нет реальных оснований, говорят наши герои. Мы ходим в гости, мы общаемся с друзьями. У нас дочка ходит на очень большое количество кружков. Она ходит в художественную школу, в музыкальную школу, занимается еще дополнительно портепиано, вокалом, ходит на фигурное катание и ходит на хор в церкви и в воскресную школу. Но я думаю, что мы не смогли бы позволить себе такого количества кружков, если бы мы посещали школу. Подобное разнообразие радует и дочку Машу. Она с удовольствием хвастается своими достижениями. Я хожу на занятия в фигурное катание, в художественную школу и хожу в музыкальную школу. А на чем играешь? На флете играю. А покажешь нам, как играешь? Сыграешь нам в стадию? Ага, сейчас. Давай. Даже при таком, как говорят, загрузе на дополнительных занятиях, у Маши остается свободное время. Все это благодаря тому, что на домашнем обучении время непосредственно учебы сокращается в несколько раз. Ведь в обычном школьном 45-минутном уроке изложение нового материала занимает всего до 10 минут, объясняет мама Оксана. Когда ты обучаешь ребенка дома, индивидуально, то всю школьную программу можно пройти намного быстрее. В принципе, у нас вся школьная неделя укладывается в 2-3 часа за всю неделю. То есть мы ее растягиваем, например, по полчаса каждый день. И мы спокойно, в спокойном темпе проходим всю школьную программу. Еще один плюс домашнего обучения – индивидуальный подход. Если я вижу, что, например, материал усвоен, то мы можем спокойно двигаться дальше и не останавливаться на этой теме подробно. А если, допустим, дается что-нибудь тяжело, например, дроби, то мы на них останавливаемся более подробно, уделяем больше времени. И когда я вижу, что уже полностью дочка все поняла, то мы движемся дальше. Кроме обязательной школьной программы, дети осваивают и другие предметы. Говорит Оксана Рязанцева. Они проявляют интерес к биологии, истории древнего мира, искусству. А маленькая Маша по вечерам сама садится решать задачки. Ей это просто нравится. Очень важно просто научить ребенка учиться самостоятельно. И этот вот интерес, который изначально заложен в ребенка, интерес к познанию, он же есть у каждого ребенка. Важно просто его не погасить, а наоборот подпитывать. Формат домашнего обучения в семье Рязанцевых пришелся по душе как детям, так и родителям. По словам мамы Оксаны, время, проведенное с детьми, вдохновляет и помогает развиваться. А отец Сергей, возвращаясь с работы, играет с маленькими непоседами и дает маме возможность немного отдохнуть. В завершение выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. В Пекине открылись зимние Олимпийские игры. В знак солидарности с украинскими спортсменами в Одесском дворце спорта состоялась всеукраинская церемония праздник Олимпийского флага. На днях я общался с нашими коллегами по Национальному Олимпийскому комитету, которые находятся в Пекине. Все в боевой готовности, все приехали туда не просто так, а будут драться, будут бороться. Метеозависимые люди в эти дни могут ощущать недомогание. На землю обрушились магнитные бури. С пятого по восьмого к нам ожидается приход уже нового потока частиц, уже совершенно других образований, так называемых корональных дыр на Солнце, которые тоже могут провоцировать появление магнитной бури. Хочу обратить внимание телезрителей, что Одесса находится в зоне магнитной аномалии. У нас весьма специфическая реакция происходит на такие явления. Ураганы, наводнения, землетрясения и другие природные катаклизмы во многом являются последствием необдуманной деятельности человека. И сегодня к использованию природных богатств люди должны подходить особенно ответственно, напоминают ученые. Да, это возможно было, когда на Земле было 300-500 миллиард человеческих существ. А когда их уже стало подбираться под 8 миллиардов, то такой пупоцентризм, он просто приводит к тому, что нашим детям на этой планете будет жить уже не то, что некомфортно, а уже просто плохо. Дистанционным обучением сегодня уже никого не удивишь. Но есть родители, которые сами становятся учителями для своих детей, используя официальные возможности домашнего обучения. Для этой формы обучения не нужны никакие причины, то есть достаточно просто желание семьи. Можно прикрепиться к государственной школе и сдавать аттестации у них. Чаще всего они хотят, чтобы вы приходили как минимум два раза в год, и ребенок беседовал с педагогом, и педагог проверял, насколько хорошо ребенок осваивает программу. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.